В Пущине регулярно проводятся программы о трудоустройстве несовершеннолетних, которые пользуются большой популярностью у старшеклассников. О своем желании пойти на работу летом они начинают сообщать еще в начале года. Традиционно ребята трудились на благо города в различных организациях в июне, июле и в августе. В этом сезоне из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации подростки смогли поработать только в августе и сентябре. Хорошо поработали? Да. И вы, наверное, удовольствие не только получили от денежки, которую вы вчера в последний раз получили, да? Вы, наверное, получили удовольствие от общения, вы приобрели новые навыки. По словам Татьяны Шишина, исполняющей обязанности директора ЦКР «Вертикаль», подростки были оформлены в пять организаций. Ребята на своем опыте смогли оценить сложность, казалось бы, такой легкой и веселой профессии, как аниматор. Тяжелый труд специалиста благоустройства городских территорий. Кто-то освоил азы журналистского искусства, иные попробовали свои силы в роли дизайнера. Я стала аниматором именно из-за того, что мне нравится работать с детьми. От них узнаешь много нового, они очень интересные, очень забавные. У них совершенно другой мир в глазах, они по-другому это видят, и тебе очень интересно узнавать о том, как они его видят. Кроме этого, с ними очень интересно играть и придумывать какие-то новые вещи. Я думаю, мне этот опыт пригодится, потому что я научилась работать с людьми, не только с детьми, а именно со всеми людьми, которые взаимодействуют с детьми. Работодателями для подростков выступают не только муниципальные организации. Так, например, предприниматель Анатолий Амелин на протяжении нескольких лет берет ребят под свое крыло, давая им возможность реализовать свои способности. В последнее время мы стараемся, чтобы дети были не просто разнорабочими, а чтобы они уже пробовали себя реализовать в чем-то более интересном, более совершенном. Мы стараемся ребятам предоставить полную свободу, чтобы они не чувствовали себя скованным. Мы их опекаем, мы стараемся быть такими добрыми, но конструктивными наставниками. 18 сентября в зале Центра культурного развития состоялось традиционное подведение итогов летней кампании трудоустройства несовершеннолетних. Получить опыт работы в 2020 году удалось 52 ребятам. В этот вечер на сцену поднимались те, кто наиболее активно проявил себя в ходе трудовой деятельности. Вручение благодарственных писем за плодотворную работу чередовалось с выступлениями танцоров из коллективов «Миксдэнс» и «Ювента» Центра культурного развития «Вертикали». Первый опыт работы многое значит для ребят. Это и первое самостоятельное решение, и налаживание взаимоотношений с коллегами, и приобретение новых навыков, и, конечно же, оценка своего труда. Подростки уверенно сделали свой первый шаг во взрослую жизнь. Анна Лихачева, Иван Хромов и Илья Глухов. ТВ спущено.